Привет, мой друг! Как твои дела? С тобой Дава, и на самом деле сегодня мы поговорим об интересных штучках. Ты уже, конечно, понял по названию, что к чему куда, но маленькое такое предисловие. Ты же сам ходишь с этими штучками и куришь их. Это поды, жижки, одноразовые подсистемы, и они очень окутали нашу кальянную индустрию. Очень легко об этом понять, что это не сигареты, это не что-то еще, когда ты на выставке идешь и понимаешь, что в принципе никто не курит сигареты, но все гоняют с одноразовыми подами. Я не знаю, как правильно их называть, то есть у них на самом деле очень много официальных названий и очень много неофициальных названий. Дудка, курилка, затяжка, одноразка, флешка и так далее. Но начнем мы, наверное, свое первое путешествие в мир этих интересных вещей с бренда Кван. С ребятами я познакомился еще на Джон Кальяна фестивале. Ребята сделали очень хороший стенд, и, кстати, это одни из всех ребят, одни из всех экспонентов, которые реально интересовали своим продуктом и давали их покурить, что, собственно, я и сделал. Я себе набрал разных штучек и готов вот с вами поделиться всем своим ощущением от компании Квант. Я взял разных вещей. Я взял вот такую вот маленькую на 700 затягов. Это у нас EXO, потом, соответственно, идет у нас NOVA, это на 1600, есть PANDORA на 2600 и есть GALAXY. Я на самом деле не знаю, для кого они созданы, но это 5600. Для короткого понимания. Тучечку EXO я могу курить 2, 3, наверное, 4 дня. И я просто представляю, что мне делать с 5600. Спасибо компании Квант, что обеспечили меня годовым запасом Кванта, а именно, когда просто они мне прислали одну штучку на 5600. Я больше чем уверен, что ее мне хватит больше, чем на 2-3 месяца с таким вот активным курением одноразовых таких подов. Ну ладно, все, мы вроде бы внесли предисловие, вроде бы друг друга поняли. И теперь давайте немножечко поинтереснее. Я бы вам показал, как упакована EXO, но я ее скурил, поэтому можем понаблюдать лишь только на картиночке. И вкратце я могу сказать, что она реально очень маленькая, очень тоненькая, и ее иногда я терял просто в кармане. Давайте сейчас распакуем такую штучку, как Квант NOVA. Здесь 1600 тягов, но что мне больше всего понравилось в данной продукции Кванта, конечно же, я курю кальяны, я курю пробники, я курю много чего, и никогда не обращаю внимания, что из чего и как сделано. Но здесь мне понравилось только лишь одно, то есть это одна такая маленькая деталь, которая вызывает у меня прям огромное доверие к бренду. Это, собственно, вот такая вот брошюра, где все расписано, где, что, как, чему, почему. То есть здесь уже есть, знаете, какое-то чувство, блядь. Ну, если они положили такую бумажку, значит, они на эту бумажку потратились, и значит, реально ребятки хотят качества. Далее. Все это запаковано у нас в такой одноразовый пакетик. Есть многоразовые, наверное, пакеты, я не знаю. Далее. Выглядит это все вот так. Это у нас soft-touch. Вот так вот тоненько, вот так вот хорошо. Заглушечка раз. И мне понравилась почему-то вторая заглушечка, именно в тем, что, когда ты ее отрываешь, у тебя нет, в принципе, ее возможности обратно приклеить. Например, возьмем для примера HQD. Там такая резиновая силиконовая заглушечка, и сверху тоже. То есть ты можешь открыть, покурить, и обратно все это вставить. А здесь, в принципе, так не получится. Поэтому это тоже какой-то плюсик. Тест номер два пройден. Я не покашлял. Если брать эльф бары, HQD, всякие разные поды, то при первом затяге обычно от них я кашляю. Здесь же немного такого не происходит. Это говорит о том, что аромка здесь, пускай и не перенасыщена, а не супер сладкая, но, по крайней мере, она просто жестко не химозит. Что у нас? Откроем, в принципе, Пандору. Что я заметил в Пандоре? Это в том, что она по дизайну, именно по форм-фактору, не отличается от новой, но она, типа, больше по затягам, и она, типа, ну, стилизованная. Там есть Бэтмены, есть Спайдермены, есть Супермены. На самом деле, очень-очень много всего. Есть брошюрка, и там можно их всех поразглядывать. Здесь 1600. Но я вам еще открою маленькую тайну. Я прокуривал их разные, и скажу вам то, что они все отличаются, как будто бы по тому, как они курятся. То есть, чем больше тяжек, тем как будто они крепче. Это лично мое субъективное мнение, то, что я, в принципе, заметил. Тоже мягенько. Гранат, клубника. Но есть очень большое количество свежести. Почему нельзя написать, что этот вкус свежий? Вот здесь такая маленькая заминочка, немного до меня непонятно. Ну и теперь давайте откроем гиганта. Это у нас Galaxy на 5600 с зарядкой. Конечно, было бы круто, если бы все производители, которые делают вот такие вот на 5600, там на 10, на 40 тысяч, ложили бы еще сюда кабель Type-C. Было бы просто шикарно. Я был бы просто магнатом кабелей. И сучек тоже. Что мы видим? Мы видим здесь просто огромнейший агрегат. Кстати, на Джон Коля на Фесте гоняли многие именно с такими. Здесь тоже у нас есть отрывная часть, есть зарядочка. Для чего я вообще когда... Я же не сильно знаком со всеми этими вещами. И когда я первый раз увидел другой под другой фирмы с зарядкой, я подумал, типа, он что, многоразовый? Я пытался его разобрать, чтобы понять, куда заливается жижка. Но ведь есть же зарядка. Типа, смысл на одноразовый? Ложить зарядку. Все очень просто. Оказывается, что здесь настолько много тяг, что одного заряда батарей просто не хватает. И когда мы ездили с ребятками на Байкал, у нас была вот такая вот квантовая штучка. И мы ее курили четвером, не поверите, где-то неделю. Она у нас стабильно прям курилась у всех. Боже, персиковый лимонад. Очень сильно похож аромат на Танжерс Пич Айстим. Ну, ладненько. Мы, в принципе, провели такую маленькую распаковочку и можем, собственно, их все посмотреть. Выглядят они вот так вот. Здесь должна быть четвертая Экса, но ее нет, я ее скурил и даже выкинул. Есть такая брошюрка, где, собственно, все написано, нарисовано. Но я думаю, мы не будем отталкиваться на все эти официальные моменты. Как все, какие там койлы, какие там зарядки и прочее, и прочее. А просто давайте я вам хочу отсюда что показать. Потому что у меня нет возможности продемонстрировать это прям в супер-супер. Да, возьмем Пандору, и вот здесь можно посмотреть дизайны этих всяких Пандор. Стильно, круто, кому-то нравится. Я же, наверное, больше отдам подпочтение Нове, потому что она сдержанная по стилю и гораздо прям такая вот приятненькая-приятненькая, без лишних раздражающих рисунков. Но кто-то скажет, да, вот это что, дурак, я хочу себе вот такую вот яркую, чтобы мне все видели, что у меня что-то стильное, модное, молодежное. Ну, либо вот такой большой. В машине, допустим, у меня лежит вот такая. И я полностью отказался от курения сигарет в машине, потому что этот пепел меня просто раздражает последнее время. Так как это у меня первый выпуск на канале про электронные устройства, хотел бы просто вкратце так лично от себя сравнить некоторые вещи и понять том, что я курил их на самом деле много, просто никогда не доходили руки для обзоров, каких-то рецензий и прочего. Я курил почти все бренды, которые есть на рынке, особенно после выставки Хука Клаб Шоу. Я понакупал много разных красивых, и большую часть из них я не смог курить, потому что они все очень нереально сильно химозили и прям очень-очень били по горлу. Единственное, из которых я могу выделить более-менее хорошие, это, конечно же, HQD и, конечно же, Эльфбар. Но сравнивая их с Эльфбаром и HQD, я могу понять том, что Квант, они более для меня приятные по аромке, по насыщенности, по активности, и, наверное, потому как они мне воспри... в общем, человеческое восприятие продукции. Это как с табаком. Есть табаки вроде бы хорошие, но ты не можешь просто его курить, потому что вот он не заходит тебе. Здесь примерно у меня получилось то же самое. То есть Эльфбар как бы интересно, хорошо, но не так круто куриться, как Квант. И я знаю, что ты тоже на них жестко сидишь. Я знаю, что ты их тоже куришь. И когда тебе предложат наобудишь, ты никогда в жизни не откажешься. Поэтому сейчас твои комментарии, типа, продался ни к чему. Это все одна кальянная индустрия. Да, это сложно принимать, но когда-то мы не могли принять даже коллауды, а сейчас жизнь без коллауда, скучная вещь. Также и без них это, в принципе, хорошая альтернатива именно сигарет. Поэтому подводим маленький такой итог. Что мы имеем по Кванту? А, если ты хочешь очень... Ну, давай, посигнали еще раз, и я начну, я знаю, ты должен сигналить два раза здесь. Подведем маленькие итоги. Если ты хочешь что-то очень маленькое, такое быстренькое, грубо говоря, тебе на одни суточки, это экса. Если ты хочешь что-то получше, и уже разобрался, и ты знаешь, что, допустим, энергетик от Кванта тебе очень закатывает, то можно взять его на 1600 тяг, потому что тебе хватит примерно на пару дней. Но если ты суперкрутой, стильный пацан, и понимаешь, что дизайн вот такой подходит вот твой аутфит-лук, то, конечно же, это Пандора. Но если ты прям жесткий курильщик, и хочешь везде всегда быть насыщен никотином, то, конечно же, это Гэлакси. Так что вот такой вот мой первый выпуск про электронные штучки. Я, конечно же, на примере Кванта сейчас полностью изучу, что к чему, что к как, что значат все эти циферки. И я думаю, мы уже будем потихонечку продолжать в этом направлении, потому что это наши тоже, как бы говорится, наши соседи. И надо с ними полноценно дружить. Поэтому это был Дава Дым. Это бренд Квант. И я не кашляю. Продолжение следует...